Музыка Можно я открою глаза? Нет, чуть позже. Чувствуешь запах моря? Какое море в Краснодаре? Ну открывай! Ого, море! И именно здесь мы будем ходить под парусом. Парусный спорт. Яхтинг, сейлинг. Активный вид водного спорта, в котором спортсмены соревнуются, используя парусное снаряжение, установленное главным образом на яхтах. Зародился яхтинг в Нидерландах в 16 веке. Парусный спорт – это изначально водный вид спорта, где соревнования проводятся на судах или спортивных снарядах. Например, досках, которые двигаются под сивой ветра. Такие суда называют яхтами. Но парусным спортом сейчас можно заниматься не только летом на воде, но и зимой на льду. Проводят парусные соревнования зимой на снарядах, поставленных на коньки или лыду. Такие яхты называют буерами. Конструкция яхт и аэродинамическая форма парусов, конструкция парусного вооружения дают возможность яхтам двигаться не только в направлении ветра, но и под углом к нему. КОНЕЦ Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Тимур. Меня Влада. Меня зовут Александр. Я инструктор по парусному спорту. И сегодня мы будем учиться ходить под парусом на классе «Оптимист». Мы что, правда, будем плавать под парусом? Не плавать, а ходить, потому что яхта ходит под парусом. Конечно, мы научимся первым азам. Мы сегодня выйдем на воду, попробуем, как управлять парусом, правильно ставить его к ветру и уже ходить непосредственно на небольшой вот такой вот яхте класса «Оптимист». А почему они сразу на таких больших яхтах? Ну, для того, чтобы овладеть искусством хождения на крейсерской яхте, необходимо нам пить соскало на небольшой лодочке. Это своего рода маленький велосипед, чтобы потом уже пересесть на более взрослой и сложной по управлению яхтой. Ну что, пошли? Погнали, но сперва нужно сделать разминку на берегу и после этого уже выйти на воду. Ноги на ширине плеч. Начинаем с наклоном головы вперед-назад, лево-вправо. Влада, тебе 10 приседаний, тебе, диму, 5 отжиманий. 5. Да. 1, 2, 3, 4, 5. Отжался. Молодцы. Здравствуйте. Сегодня с новостями спорта познакомлю вас я, Тамара Варшавская. Чемпион мира Сергей Шубенков стал вторым на первенстве планеты в Лондоне. Представитель Кубани, чемпион мира 2015-го. Сергей Шубенков, выступающий на международном турнире под нейтральным флагом, завоевал серебро на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходил вверх столицы Великобритании. Сергей стал вторым в барьерном беге, уступив золото ямайскому спортсмену Амару Маклеуду. Бронза в активе Венгра, Балаша Баджи. Стоит отметить, что серебро Шубенкова – первая награда русских легкоатлетов на нынешнем чемпионате. На Урале завершилось первенство страны по спортивному ориентированию. Окрестности города Чебаркуль, это в Челябинской области, на несколько дней превратились в центр российского спортивного ориентирования. Соревнования, которые проходили вблизи базы отдыха «Русь», что на борьбу живописного озера Большой Теренкуль, собрали более 100 атлетов в возрасте от 13 до 21 года. Рождественский край отправил на Урал Екатерину Рязану из Гленджика. В соревнованиях юниорок до 21 года Екатерина завоевала сразу три награды – два золота и серебро. Геленджичанка отличилась с кросс-лонги – общий старт, кросс-выбори и кросс-классики. Ну что, ребята, после разминки мы приступим непосредственно к тому, зачем мы сюда пришли, а это именно научиться ходить под парусом Влада. Смотри, значит, эта лодка называется «Оптимист». Такой маленький швербот, на котором дети во всем мире начинают учиться ходить под парусом. У него есть вот такой вот небольшой парус, который состоит из рангоута. То есть рангоут – это мачта, гик, к которому крепится нижняя часть паруса и шпринт. Также в лодке мы видим баки плавучести. Это рассчитано для того, чтобы, когда лодка опрокинется в сильный ветер, она просто не затонула, чтобы она держалась на плаву. Управляется яхта помимо паруса перьями. Это шверд. Он не дает оптимисту дрейфовать, то есть его не сносит вбок, а он идет строго прямо. И руль. Он ставится на корме лодки. То есть это как плавник у рыбы, куда ты его повернешь, туда твоя лодка и последует тем курсом. Смотри, перед тем, как выйти на воду, иди ко мне. Мы оденем спасательный жилет. Это обязательное условие на воде. Сегодня я вам расскажу о трех самых крупных парусных регатах мира. Первая из них – всем известная гонка The Rolex Middle Sea Race. Проводится каждый год в сердце Средиземного моря. По одному из самых красивых маршрутов планеты. Гонка начинается на Мальте и идет вокруг Сицилии. Включая действующий вулкан Стромболи. Каусвик – самая старинная и одна из самых масштабных регат планеты. Парусный фестиваль длиной 8 дней. Проводится с 1826 года. 40 гоночных классов. Гонки каждый день. Участие принимают более тысячи килевых яхт и более 8500 спортсменов. JP Morgan Around the Eastland Race – самая большая гонка планеты. Ее маршрут гениально прост. Обойти вокруг острова Уайт, что у южного побережья Англии. На старт выходят до 2000 яхт. Зрелище феноменальное. Каждый год в ней соревнуются самые знаменитые и титуловные яхтсмены со всего мира. Сама гонка очень сложная с тактической точки зрения. Основное – течение. И личный многолетний опыт очень важен. Просто так эту гонку никто не выиграет. Даже гоночные супер-яхты, потому что скорость особо ничего не значит. Садись вот прямо на борт. Стой, стой, стой. Нет, нет, смотри, на синий борт. Сейчас мы ставим руль. Вот смотри, Влад, сейчас мы вставляем швер. Он не дает оптимисту дрейфовать. То есть его не сносит бок, а он идет строго по курсу вперед. Ну, то есть куда ты и направишь его рулем. Сидеть в лодке в оптимисте нужно до перегородки. Это шпангоут, это усиление. То есть ножки вместе, спинку ровненько и сидишь возле перегородки. Это у тебя непосредственно удлинитель румпеля и руль. То есть это твой руль, штурвал. Вот эта веревка называется шкод. Она настраивает парус под углом к ветру правильно. То есть если ты его подбираешь, то, соответственно, оптимист начинает уже двигаться. Видишь, мы его отходим от берега. Если ты ее немножко ослабеваешь, то есть бросаешь, парус перестает работать, обезветривается и лодка встает на месте. Все, добираешь шкоды. Далеко не отплывай тут. От себя чуть-чуть руль. Ровно руль. Так, так, сядь. Подбери веревку. Руль от себя. От себя, от себя. От себя. Давай еще от себя. От себя. Ориентируйся. Все, хорош. Ровно руль. Ровно. Подбери парус. Это так круто. Ты даже сначала ты ничего не понимаешь, когда ты начинаешь первое начало. Но потом... Это так круто. Меня внимательно слушают. Если я говорю от себя, значит, ты от себя толкаешь. Если я говорю, что на себя, значит, на себя его тянешь. От себя на себя. Внимательно слушай. Чтобы мне начать плыть, то я должен поставить парус так, поставить парус лопета, чтобы было движение. Я все понял. Я не искупаюсь от лада. Надеюсь. Парус подтяни еще к себе. Вот так. На себя руль. На себя. На себя. Все, хорош. Хватит ровно руль. Стой, Тимур! О, молодец. Нас объехал. Еще подбери парус. Так. Молодец, Тимур. Отлично. Спинку ровно, ножки вместе. Ну как, тебе нравится, Тимур? Парусный спорт, достаточно интересный вид спорта. Это не просто сила есть, ума не надо. Здесь нужна и голова, чтобы хорошо работала. Это своего рода шахматы, только на воде. Только еще брызги в лицо. То есть, юный спортсмен, будущий капитан, он должен знать метеорологию хорошо, чтобы пойти в нужную сторону и поймать больше ветра, чем соперник. Вот. Знать законы физики, как правильно парус к ветру поставить. То есть, достаточно интересный вид спорта. Говорят, что парусным спортом заниматься очень дорого. Но это не так, я узнавала. Это не дороже, чем покупка хорошего спортивного велосипеда. А еще у нас в крае несколько крейсерско-парусных школ, в которых обучение совершенно бесплатное. Например, в одной из них, в городе Ейске, воспитали даже олимпийскую медалистку. Зовут ее Стефания. На Олимпиаде в Рио 19-летний российский виндсерфер Стефания Елфутина в драматических обстоятельствах вырвала бронзовую медаль в соревнованиях по парусному спорту в дисциплине «Эросприз». Это первая олимпийская медаль России в этом виде спорта за последние 20 лет. Ну что, будущие капитаны, вам понравилось хождение под парусом? Конечно. Тимур, ты молодец, да и Влада в целом. Ну, перевернулось, ничего бывает, бывает для первого раза. А так все у вас хорошо получалось, шкоты вовремя подбирали, травили, курс держали хорошо. Ну, конечно, стоит еще позаниматься. А можно, если да, отправить водоходить и заниматься? Конечно, можно. Тем более, в Аван-Порту, вот в этой бухте на Краснодарском водохранилище, это самое лучшее место, но безопасное. Мы ждем вас в секции парусного спорта в городе Краснодар. Это все доступно, это все есть. Приходите. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok